Наши отношения с регионами России сохранили отношения между Беларусью и Россией, потому что были времена очень серьезные, когда искрило между нами. И газ перекрывали, и нефть не поставляли и так далее. И только благодаря регионам нам удалось удержать наши отношения, и сегодня они на приличном уровне. Не без проблем, но на приличном уровне. Я думаю, мы Дмитрием Федоровичем, МИДом и правительством России, президентом, подключились к этому, решим и эти вопросы. Нам нельзя потерять друг друга. Ни в коем случае. Что у вас есть более близкий союзник, чем Беларусь? Нет. Более близкая страна, чем Россия? У нас тоже нет. Поэтому мы должны сотрудничать. Но это не значит, что мы сели друг против друга и смотрим один на одного. Нет. Россия, вон турецкий гамбит какой-то, затеяли там, втянули все государства. Россия тоже в этом участвует, смотрит, как там, правда, в выгодной ситуации, как миротворческая страна. Нам тоже в регионе надо видеть наших соседей. Ту же Украину. Не надо на нас смотреть, как на врагов, которые отвернулись спиной к России. Этого никогда не было и не будет. Нас особо там не ждут. Потому что препятствием к этому является даже не диктатура Лукашенко. Препятствием к этому является экономика. Потому что там производят машиностроение не хуже, чем у нас. Все, кроме Белазова. Все остальное производят. И молоко, и мясо, и прочее. И на рынок. Нас туда никто не пускал и не пустит. Я все время их за это критикую. Хоть у нас продукция, они, признаю, гораздо лучше по многим параметрам, чем их. Но на рынок не пускают. Так а какая основа сотрудничества тогда с Европейским Союзом? Правда, наметились проблемы у нас и с Россией в этом плане. Но я еще раз говорю, мы решим эти вопросы. Мы, по крайней мере, на одном языке разговариваем. Но знаете, что вы нам люди не чужие, особенно на коровце. Тут уже разговора быть не может. Хотя у нас нет плохих отношений ни с Чечней, ни с Татарстаном, ни с Башкортостаном, ни с мусульманами, ни с католиками, ни с иудеями, и тем более православными в России. Вы для нас люди наши, родные. И приходит новое поколение к власти. Вы тоже из нового поколения. Ну, благо, что вы еще помните больше, чем нынешняя молодежь, 30-летняя, что мы жили в одном государстве. Что такое славянское единство? А ведь, вы знаете, приходит молодежь, которая это не пощупала. И редко где-нибудь читали в книжках. В Википедии это не очень напишут. Поэтому очень важно нам не потерять эти отношения и передать новому поколению. Чтобы наши дети понимали, что мы вместе, мы не дружим против кого-то. Мы же не собираемся завтра против Евросоюза ни экономически, ни дипломатически, ни военном отношении воевать. У нас всего хватает. Дай Бог побольше бы людей. Нам это не надо. Нам надо обустроить свои земли. Главное, чтобы нам не мешали. Продолжение следует...